Добрый вечер, дамы и господа! И сегодня у нас на обзоре кальян из Краснодара под названием DC-H Я не помню, как он расшифровывается, но на эту же фирму я снимал еще в далеком 2015 году Вроде бы вместе с Сашей, но а хули у него в первой его кальянной в Краснодаре Тогда это был мой самый, наверное, первый приезд в Краснодар И мы решили с ним снять обзор на какой-нибудь кальян И, конечно же, выпал DC-H Так вот, ребята развились, шагнули вперед, вперед, вперед И у них новая модель DC-H И сейчас мы посмотрим, как сильно они развились и что же они улучшили Я помню тот самый первый кальян их, который мы снимали Он был то ли из пластика, то ли из чего Такой весь не обтесанный Много непонятных деталей, то есть необработанных деталей Но это были первые плоды И сейчас, я думаю, уже все куда намного круче Поставляется он вот в такой коробочке У меня сразу здесь зачитаю егошние цены, чтобы вы понимали Смотреть дальше, либо не смотреть Так вот, цена в розницу данного кальяна 8900 В зависимости от колбы То есть колбы разные, соответственно, цены тоже разные В моем же полном комплекте стоит колба от H3 Так вот, на этой колбе стоят 9500 Соответственно, почти уже десятка Но, ребята, ни много ни мало Но дают, соответственно, людям на них зарабатывать То есть, есть ценовые оптовые цены От 5 штук 7500 в полном комплекте И от 10 штук, соответственно, 7000 за полный комплект Ссылку на этого производителя, как обычно, я оставляю внизу в описании И мы сейчас начинаем, собственно, тарабанить этот кальян Так вот, что у нас в нем есть? Есть коробка И самое интересное, что это первый кальян, наверное, который мне попался Где от ручки логотип находится в правильном положении То есть, он смотрит не вверх ногами, когда ты несешь его за ручку Соответственно, он очень тяжелый И за ручку носить я его не советую Потому что я сейчас прям чувствую, она оторвется Что же у нас, собственно, в нем внутри? Кальян полностью из нержи То есть, полностью из Айси 304 У нас в комплекте есть очень крутое блюдце Реально глубокое металлическое блюдце Очень крепкое, очень толстенькое, пухленькое блюдце Назовем это так Это однозначно плюс большой к этой компании из Краснодара Очень круто Далее есть вот такая вот шахта Она полностью выполнена из нержавеющей стали И, как во многих кальянах, то есть, как я обычно привык Здесь нет внутренней шахты Ну, имеется в виду, она не вылазит То есть, она уже изначально выточена прямо в этой, собственно, части Есть вот такое вот основание, классической довольно-таки формы С внутренним портом под шланг Вот таким вот клапаном А, здесь еще мой логотип есть, я не видел Спасибо, ребята Далее, что у нас есть по клапану? Давайте посмотрим, что у нас там стоит внутри Очень плавный ход Прям тютелька в тютельку Там у нас стоит пулька Чуть больше стандартных размеров И очень много ей там места разгуляться Это, с одной стороны, очень плохо Потому что пулька может застрять и прилипнуть вот так вот И ты будешь сосать чисто воздух Везде найду где-то копаться, да, как бы Далее Так, закрутили У нас здесь есть две дырки По классике, две дырки Одна выдувается, вторая продувается Так, идем дальше Эту часть мы уже посмотрели Это, знаете, такой 2017-го форм-фактор Заезженный до ужаса Я не понимаю, люди не могут придумать новые формы, да, какие-то Либо им не позволяют технологии делать что-то более объемное Более интересное Очень похож на кальян U4 Кстати, тоже из Краснодара Наверное, все-таки у них один дизайнер, кто рисует инковы Далее Есть вот такой вот мундштучок Где-то я что-то похожее видел То ли у Джинни, то ли у кого Ну, очень интересный Кстати, мундштуки все налазивают на него Все вполне в порядке Шланг налезает тоже очень удобно Далее Нижняя погрузная шахта На ней съемный диффузор То есть можно снять, можно не снять Но не забывайте о том, что когда вы снимаете диффузор У вас шахта сразу становится на почти 2 см короче И, соответственно, в колбу нужно переливать воды А колба с узким горлышком начнет это загладывать Поэтому, думаю, забудьте, что такое курить без диффузора на данных кальянах Далее Выполнен он очень хорошо То есть прям вот все идеально в нем Знаете, резьба, вот эти все части, обработка Реально заслуживает похвалы Ребята, молодцы По цене, думаю, за Нержу цены вполне адекватные Ребята, грубо говоря, 9500 за Нержу с колбой от H3 шлангом софт-тач и коробкой Как вам цена такая? Напишите в комментарии Будьте любезны Давайте на эту тему, собственно, подискуссируем Далее у нас закручивается верхняя часть шахты Ну да, кальян в сборе, он весит очень хорошо, очень увесисто Я лично люблю такие тяжелые кальяны Чтобы они прям просто чувствовались Да, и по моему мнению, они очень уверенно стоят на столе, на полу И его не так сложно, собственно, перевернуть Далее у нас одевается блюдце Ну все реально, все очень интересно, подогнано Вот так он, собственно, выглядит Обработка, еще раз скажу, обработка реально хорошая К чему-то докопаться я не могу Собственно, это кальян DCH DCH, 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 DCH И сейчас мы его будем, собственно, раскуривать И посмотрим, что из себя он представляет, когда мы его курим Не переключайся Так, кальянчик у нас уже прогрелся Это у нас DCH, кальян родом из Краснодара Кстати, забыл упомянуть Полный комплект с шлангом Он идет с шлангом И у него, то есть Клапан, то есть, да Он, не клапан, коннектор Он на притирках И как мы знаем, притирки это не совсем хорошо И это не притирки Притирки стираются И потом этот шланг будет просто выпадать постоянно Лучше все-таки классика Это обычный коннектор Либо, конечно же, когда шланг одевается сразу на родной коннектор Но и в этом бывают минусы Что касается его курительных характеристик Курица, он очень хорошо Он кардинально бесшумный И в сочетании этого диффузора и этой голбы В принципе, не слышно кальяна вообще Но, как я и говорил Лично я не смог подобрать нормальные резинки То есть, у меня чашка турка И от этого От гончара Санкт-Петербурга И она прям хуёво Или как, или как залезла И шатается на этом, собственно, коннекторе Под чашку Поэтому ребятам посоветую сделать его гораздо уже И более какой-то гладкой формы Чтобы на него спокойно залазили мундштуки Никаких таких крупных претензий к этому кальяну нет Ребята реально постарались В нём всё очень хорошо Вот сделать бы цены немного пониже И был бы очень интересный кальян Был бы очень интересный кальян А что ещё про него сказать? Продувается он не очень Да реально не очень продувается Давайте понаблюдаем Я запомнил колбу дымом Всё равно осадок почти на пол колбы остаётся Я не знаю почти как у них так получилось Либо это, соответственно, всё связано с колбой С её форм-фактором и так далее Но клапан продувается очень хорошо Не залипает и, соответственно, уменьшается риск застать кальян Как особенно любят делать это гости Поэтому это очередной кальян из Краснодара Под названием DCH Ссылки на продавца у меня, как всегда, в описании Это Дава Дым Ставь лайки Пиши комментарии Что ты думаешь по поводу этого кальяна Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok